МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика. С событиями минувших выходных вам расскажут наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Сегодня в нашей программе. Горок больше нет. Опасные аттракционы закрыты. Клуб миллиардников пополняется, как сработала промышленность в 2012 году. Званый бал для победителей. Чувашии подвели итоги триумфального спортивного года. Как встретили Новый год в Республике, обсуждали на первом новом году совещании главы с правительством Чувашии и руководителями органов исполнительной власти. Более 4 тысяч человек посетили праздничные мероприятия. В спортивном же календаре значилось более 300 событий. В них приняли участие свыше 300 тысяч жителей Чувашии. Во время праздников, по данным МВД, серьезных преступлений не произошло. Число мелких правонарушений снизилось по сравнению с прошлым годом на треть. Михаил Игнатьев просил более тщательно чистить федеральную дорогу, чтобы проходящий по территории Республики транспорт не испытывал затруднений. В новогодние праздники 13 чубаксарцев пострадали из-за катания на так называемых ватрушках или тюбингах. Глава призвал обеспечить безопасность горожан, использовать для этого все возможные способы. Сегодня ситуацию с участившимися травмами обсудили городские власти. Говорили о том, что меры приняты. Все пять пунктов проката так называемых ватрушек закрыли. Самые опасные ледяные скаты засыпали песком. Насыпали снежные валы. Установили специальные аншлаги. Предупреждение об опасных спусках рядом с памятником матери-покровительницы, у певческого поля и за дворцом детского и юношеского творчества. Вместе с тем выяснили, что на Красной площади несанкционированно размещены аттракционный остров детства, тир-сафари, некоторые павильоны и деревянная горка. Также несанкционированно оказывались некоторые услуги. Соответствующие службы предупреждены и должны принять меры. Министр экономического развития, промышленности и торговли Алексей Табаков сообщил о предварительных итогах работы промышленного комплекса «Чувашия» в 2012 году. Эти итоги составлены по результатам анкетирования предприятий. Объем отгруженной предприятиями Республики Продукт увеличился в 2012 году на 10% и превысил 146 миллиардов рублей. Такие цифры позволят по итогам прошедшего года достичь индекса развития промышленности в 106%. Уровень промышленного производства за 2012 год позволил нам превысить до кризисный уровень 2008 года на 2,4%. 27 предприятий «Чувашии» по объему отгруженной продукции превысили миллиардный рубеж и вошли в так называемый «Клуб миллиардников республики». На многих предприятиях открываются новые производства и создаются новые участки. Растет собираемость налогов. По данным Федеральной службы «Почувашии», бюджеты всех уровней были исполнены с превышением показателей. У нас, кроме того, что увеличился, как здесь уже было отмечено, клуб миллиардников, у нас увеличилось количество организаций и предприятий региона, включенные в список крупнейших налогоплательщиков. Если раньше у нас этот список согласно приказу Федеральной налоговой службы на 2012 год чуть более 30, то на 2013 год приказом Федеральной налоговой службы в состав крупнейших налогоплательщиков было включено 53 предприятия республики. По данным Минэкономразвития, в республике растет заработная плата. Обрабатывающую отрасль она составила в среднем 19 тысяч рублей. Она в предприятиях электротехнической промышленности выросла до 27. Алексей Табаков отметил также увеличение количества занятых в экономике работников и рост производительности труда. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Сразу несколько продуктов питания с переченью социально значимых товаров снизились в цене. Свои данные вновь опубликовал Чувашстат, сравнивая стоимость продуктов в начале декабря прошлого года и в начале января этого. Подешевели куры в среднем более чем на 3 рубля. По прогнозам участников рынка, в ближайшее время цена будет держаться на том же уровне или даже снижаться. Предпосылки для этого есть. Рост внутреннего производства и импорта. Дешевле, чем в прошлом декабре, пока можно купить говядину, пшено, масло и черный чай. Но дороже плодоовощную продукцию. По-прежнему растет цена на капусту. Повысилась стоимость картофеля, яблок, моркови и лука. Рост может продолжиться. Эксперты прогнозируют незначительное повышение стоимости овощей. Связывают это с увеличением затрат на хранение, изменением условий хранения и повышением оптовых цен. Преступность в республике снижается. На закрытом заседании коллеги МВД Чувашии говорили о направлениях, где удалось добиться улучшения, а где еще нужно приложить усилия. Данифат Агерва продолжит тему. По данным МВД, преступность в республике сокращается. За предыдущий год в Чувашии зарегистрировано 16,5 тысяч преступлений. Это уже меньше, чем за прошлый год. При этом количество заявлений и сообщений о различных происшествиях растет. В полицию их поступило свыше 268 тысяч. В полиции это связывает с тем, что работать стали лучше. Удалось добиться сокращения квартирных грабежей. Число краш автомобилей уменьшилось на 25%. Также снизилось количество краж из автомобилей. Но работать еще есть над чем. На 23% возросло число угонов машин. Мошенничали в 2012 году чаще, чем в позапрошлом. Связано это с тем, что появляется новая схема преступлений. Им чаще подвержены люди преклонного возраста. Впрочем, стоит отметить, что экономические мошенничества сократились, что является неплохим показателем работы сотрудников внутренних дел. Отрицательные показатели МВД по Чувашской республике имеют еще по одной нелегкой статье преступлений. Вот такое специфическое преступление, как преступление против половой свободы человека, а еще частнее это изнасилование, к сожалению, этот вид преступления растет. Хотя в абсолютных цифрах это всего плюс 18%, но тем не менее это констатация. Это самый большой рост, 23%. Приоритетом для системы МВД остается борьба с преступлениями, совершенными в частном секторе. По статистике, каждое третье совершено именно там. Продолжается серьезная работа с личным составом. За 2012 год МВД распрощалась с 37 полицейскими. Министр внутренних дел отмечает, что такая работа проводится регулярно. Здесь имеет место и общественная оценка работы полицейских. Этой и ряду других острых проблем правоохранители уделяют повышенное внимание. Между тем, эффективна работа телефонов доверия, который теперь работает по пяти направлениям. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. Некоторые жители Чувашии по-прежнему доверяют сообщениям о заблокированных банковских картах. Мужчина позвонил на указанное сообщение номер. Ответивший объяснил, что для разблокировки нужно перевести все деньги на другой счет. Что и сделал житель Новочебоксарска. Он перечислил 38 тысяч рублей на сотовые номера, что были зарегистрированы в Самарской области. Об этом сегодня рассказывает Авторадио со ссылкой на МВД Республики. Еще один случай произошел уже в Шумерле. Жительница города позвонил неизвестный и рассказал, что ее дочь задержана сотрудниками госнаркоконтроля по подозрению в преступлении. Звонивший также предложил перечислить на номер сотового телефона деньги, чтобы не возбуждать уголовное дело. Женщина перечислила 10 тысяч рублей. Столько было в наличии. А потом позвонила дочери и выяснила, в криминальной ситуации та не попадала. По данным следователей, мошенники тоже задействовали за пределами республики. Сейчас скажу. По данным следователей, мошенники тоже действовали за пределами Чувашии. А жителю Вурнарского района дорого может обойтись увлечение охотой. Без специального разрешения он пошел на куниц. В итоге ему грозит штраф в 200 тысяч рублей. По данным МВД, сотрудники госслужбы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира обнаружили легковой автомобиль сельчанином возле деревни Лесные Шигали. А следы его самого вели к природному заказнику Калининский. Житель Вурнар позже признался, что в лес пришел за куницами. Захотелось ценного меха. Специального разрешения он не получил. Вот и расставил капканы в лесу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». Ему грозит штраф до 200 тысяч рублей или до 6 месяцев ареста. К новостям спорта. В Ночбоксарске после масштабного ремонта открылся легкоатлетический манеж. В этот день там провели всероссийские соревнования по легкой атлетике на кубок главы Чувашии Михаила Игнатьева. С этого года турниру присвоен официальный всероссийский статус. Поэтому неудивительно, что на него приехал весь цвет российского спорта. Президент Всероссийской Федерации легкой атлетики, советник президента России Валентин Балахничев, вице-президент Паралимпийского комитета России Лев Селезнев, ведущие атлеты России, победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Среди них олимпийская чемпионка в беге на 3000 метров с препятствиями Юлия Зарипова, олимпийский чемпион в беге на 800 метров Юрий Барзаковский, бронзовый призер Олимпийских игр в беге на 800 метров Екатерина Поистогова, участник Олимпийских игр Елизавета Савлиниц, чувашские олимпийцы Елена Наговицына, Кристина Савицкая, Сергей Иванов. Я благодарен им за то, что они любят чувашскую землю, приезжают к нам. Давайте мы еще раз поприветствуем. Соревнования проходят в обновленном после глобальной реконструкции о легкоатлетическом маниже третьей школы Олимпийского резерва Минспорта Чувашии. И поэтому неудивительно, что сегодня здесь достигнуты новые успехи. Дорожку с препятствиями в дистанции быстрее всех одолела представительница Чувашии Альбина Чинчикеева. Блестяще выступила в беге на 60 метров с барьерами, наша Екатерина Блескина и завоевала золото. Манеж супер, мне очень нравится, очень быстрая дорожка. Мне этот манеж даже напоминает ЦСКА в Москве. Там все время проводят чемпионат России. Может быть, все-таки получится здесь провести чемпионат. Глава республики вырезала уверенность, что средства, вложенные в реконструкцию спортивного объекта, пойдут во благо жителя республики. По оценке Всероссийской Федерации по легкой атлетике Валентина Балахничева, которая является президентом, такой манеж высокого класса имеют 17 регионов Российской Федерации. Конечно, это мечта наших олимпийских чемпионов была, чемпионов вот этих будущих, я думаю, спортсменов высших достижений, как раз для того сделано, чтобы мы воспитывали мастеров королевы спорта легкой атлетики. С этим подарком надо пользоваться эффективно. И я рассчитываю на молодежь, на юноши и девушек, что они формируют себя как сильные личности, сильные спортсмены, смелые спортсмены, воспитают свой характер в силе духа, бодрости и будут спортсменами высших достижений. Так, нет? Так. Первые победители призеры Кубка, среди которых оказались именитые Екатерина Поистогова и Юрий Барзаковский, получили награды из рук Михаила Игнатьева и Валентина Балахничева. В программе соревнований, кроме беговых видов, толкание ядра, прыжки с шестом, высоту и тройной прыжок. Также в эти дни в лейкоатлетическом манеже Новочебоксарске проходит и первенство привозка в федеральном округе. Бал для победителей в Чувашии на торжественном вечере подвели спортивные итоги прошлого года. 2012-й выдался богатым на победы и новые рекорды. Лондонская Олимпиада, международный турнир по самбо, чемпионат по легкой атлетике. Чувашские спортсмены становились призерами многих соревнований. Подробнее мой коллега Дмитрий Ковалев. Чувашия – республика крепких и выносливых, и это еще раз подтвердил прошедший год. На спортивном небосклоне зажглись десятки новых имен. Их победам и рекордам рукоплескал весь мир. Сразу четверо чувашских олимпийцев вошли в десятку лучших на планете в своих дисциплинах. В Лондоне в составе сборной России были пять сильнейших спортсменов из Чувашии. На родину с наградой вернулась только одна, но и другим удалось значительно улучшить личные результаты. Самая юная участница команды Кристина Савицкая в российскую сборную попала в последний момент. Для нее это стало счастливым билетом в большой спорт. Я очень рада тому опыту, который я получила на этом старте. Он непосредственно поможет мне в дальнейшем удержаться на взрослом уровне. Настоящим открытием прошедшего спортивного года стала участница паралимпийских игр Елена Иванова. В Чувашию она вернулась сразу с тремя медалями высшей пробы. Причем на одном из стартов в Лондоне победы от нее никто не ждал. Девушке удалось обойти сильнейших соперников. Помогли тренировке по уникальной методике. Прошлый год для чемпионки стал поистине счастливым. Она вышла замуж, а потом получила новую квартиру – подарок от властей. Теперь вместе с супругом готовится к новым рекордам. Чемпионат России будет у нас в феврале месяца. Чемпионат мира будет летом. Ей дали передохнуть, а сейчас уже новыми силами приступили к новому олимпийскому циклу. И я думаю, будет все нормально. Но этим баллом правили не только олимпийцы. Мировых побед в ушедшем году добились и юниоры. На пьедестал почета поднимались лыжники, легкоатлеты, лучники. На спортивный резерв Чувашии возлагают большие надежды. На летнем чемпионате, на дворе, на олимпиаде они были третьими и четвертыми. То есть чуть-чуть не хватило, буквально до путевки. Не раз Чувашии выпадала честь проводить престижные соревнования. Их удавалось организовывать на самом высоком уровне. Это отмечали гости самых разных регионов. В этом году все флаги вновь вернутся в гости к нам. В прошлом году чемпионат по легкой атлетике был на нашей территории. Другие спортивные направления тоже у нас поднимаются. Наград на этом вечере удостоились и журналисты. И именно благодаря им о спортивных победах узнавала вся страна. Среди победителей конкурса редактор национального радио Григорий Вакуа. Автор передачи «Чемпион» в эфире рассказывает не только о спорте высших достижений. Его героями становятся и жители самых отдаленных сел. Те, кто добивается успехов. О великих мастерах, олимпийцах, так и о молодых юношах и девушках, которые участвуют в спортивных состязаниях в республике, в регионе, а также у себя в районе, на селе, в школе у себя. Как и в прошлом году, на этом вечере спортсмены вновь поднимались на пьедестал. Только теперь им вручали кубки и звания лучших. Все герои этого бала скоро с головой идут в тренировки. В этом году от них ждут новых побед. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я, Галина Титарчук, прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин